Уважаемые друзья, товарищи, Крым в судьбе государства и в моей личной судьбе играет огромную роль. Я считаю, что укрепление южных границ нашей державы началось после того, как Григорий Потемкин освоил эти гигантские просторы и предложил Екатерине подписать указ о присоединении Крыма. Многие не знают, но Екатерина тогда подписала секретный указ о присоединении Крыма и лишь после того, как Потемкин развернул колоссальные работы, заложил Севастополь, прорубили по побережью дорогу и заложил Симферополь, после этого туда было высокое посольство, иностранцы ахнули, увидев, что на берегу Черного моря возникли обустроенные границы безопасности великой российской державы. Мы все депутаты нашей Думы решили поставить памятник Григорию Потемкину и все сделаем для того, чтобы он появился в ближайшее время. Практически уже скульптурные композиции готовы, заложили основание там, где будет в Севастополе этот величный памятник. Я думаю, дело чести нашей страны еще раз увековечить ту правдивую историю, которой мы все гордимся. Я считаю, что Игорь Григорий Потемкин мог бы на этой выставке найти достойное место. Мой отец сражался за Бессарабию, дрался за Одессу и был смертельно ранен под Севастополем. Я с юношеских лет всегда выезжал туда поклониться этим святым местам. Отец после пяти операций выжил почти 50 лет, работал в школе, учил детей, готовясь к праздникам, напоминал о героической обороне Севастополя и исторической роли Крыма. Не случайно Сталин первый указ о присвоении городам героев звания героя подписал указ, где было всего четыре города – Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Мы должны гордиться и этой страницей, и она должна на выставке получить самое достойное воплощение. Для нас очень важно, чтобы сегодня Крым, вернувшись в родную гавань, чувствовал не просто заботу в дни праздников, а в повседневной практике. Приятно, что президент уделяет внимание строительству Крымского моста, он будет построен, но, к сожалению, экономика Крыма не получает необходимости игнований для восстановления. Лишь один объект, на который мы вместе с вами навалились – это Артек. После совместного совещания по моей инициативе его взяли под республиканское покровительство. Мы за эти годы там освоили 10 с лишним миллиардов рублей. Там надо еще 2-3 объекта достроить, это будет лучшая детская здравница на планете. В прошлом году отдохнуло там почти 30 тысяч человек, в этом году отдохнет уже 39. Мы должны гордиться, что этот объект развивается такими темпами. Но там надо многое вкладывать и поддержать инициативу крымчан. Я бы хотел особое внимание обратить на то, что из крымской истории мы должны сделать сегодняшние принципиальные уроки. Урок первый – народная самооборона и народный подвиг. Там не выстрел в Крыму, ни один автомат, ни одна пушка. Надо поклониться солдатам, офицерам и российской, и украинской армии, которые тогда проявили редкое мужество и самообладание. Там преодолели и продовольственную, и энергетическую, и водную блокаду, и справились с этими трудностями. Но там сегодня бензин на 30% дороже, чем центральной России, там сегодня цены московские, а зарплаты и пенсии ниже, чем центральной России. Мы должны все делать, чтобы то, чем мы гордимся, развивалось довольно энергично. А для этого нужна качественная иная финансово-экономическая политика. Тогда будет в достатке везде – и для развития, и для учебы, и для науки, и для национальной безопасности. Так что, поздравляя Крым с этим уникальным праздником, по сути дела подвигом, мы должны все сделать, чтобы ожидания, которые там были уградны на трудящихся, полностью оправдались. Продолжение следует...